Приветствую вас! На мой взгляд довольно забавно, что вы, значит, опубликовав свой вопрос, ничего не написали, собственно говоря, о причине тех страхов, которые у вас есть. То есть, то, что боитесь вы девушек, да, вот, это вы написали. То, что вы боитесь их, это написали. А вот, почему боитесь, не написали. Как получилось так, что вы их боитесь, тоже не написали. И тут, конечно, вопросы возникают. В первую очередь, конечно же, к вам. То есть, откуда такое, например, сильное желание выстраивать отношения, допустим, с девочками? Почему, чем для вас это так важно? Вот. Как, что вы вкладываете в это понятие, да? То есть, что вы вкладываете для себя, значит, в общение, значит, с девушками, да? Почему вам так важно построить с ними отношения? На мой взгляд, всё это очень важно. И без данного аспекта вряд ли вам можно помочь, и без данного аспекта вряд ли можно говорить о решении проблемы. Ну, просто потому, что это просто голословность. Вы описываете случай, когда ситуация складывается так, что у вас появляется по факту возможность, хорошая возможность, значит, хорошая возможность с девушкой познакомиться, но вы ей не пользуетесь. И тут, конечно, возникает сразу несколько важных моментов. Если вы говорите, что вы хотите познакомиться, да, с девушкой, но не знакомитесь, значит, вам это мешает. Вы говорите, что боитесь, но чего вы боитесь? Чего вы боитесь? По какой причине вы боитесь? Что для вас страшного такого в девушке? Это вот нужно выяснять. Как правило, как правило, не говорю, что эта ситуация именно про вас, но как правило, проблемы возникают тогда, когда человек, в данном случае вы, слишком много значения, прямо слишком много значения придаёт знакомству и делает девушкам в целом. Поэтому мой вопрос к вам, он скорее будет звучать примерно так. Для чего вам отношения? Зачем вам отношения? Вот какую роль они должны сыграть, ну, например, в той же вашей, допустим, жизни? То есть вы же хотите познакомиться с девушкой, вам это важно, вы переживаете, что не смогли, а для чего? Какую цель вы преследуете? Это первое. Второе. Расположить к себе девочку, вот так вот случайно, знакомить с ней практически невозможно. Давайте будем всё же реалистами и смотреть на вещи всё же будем адекватно. Невозможно, невозможно абсолютно расположить девочку к себе за, ну, во-первых, как вам сказала коллега, да, за какое-то определённое время, но, более того, невозможно построить крепкие отношения даже с девушкой. И если вы знакомитесь с ней вот так вот случайно, потому что случайно познакомились и, в общем-то, так же случайно можно друг друга и забыть. И, на мой взгляд, это вполне себе реально. Поэтому, если вы хотите действительно познакомиться с девушкой, если вы хотите построить отношения, то я думаю, что имеет смысл вам в первую очередь обратить внимание на тот фундамент, на котором будут строиться ваши отношения. То есть, чтобы они эти самые отношения не закончились, ну, например, так и не начавшись. И тем самым, чтобы они причинили вам ещё больше негатива, ещё больше разочарования и ещё больше боли. Поэтому, вот помимо этих аспектов, которые я назвал, да, я думаю, что имеет смысл вам определиться со своими личными жизненными целями, определиться лично со своими жизненными приоритетами и уделить внимание деятельности, которой вы занимаетесь, либо учёба, либо работа. И уже в процессе этой деятельности, а также в процессе хобби, лучше всего, чтобы это было хобби, знакомиться с девушками, а точнее даже не только с девушками как таковыми, сколько именно уже с, может быть, с женщинами, в плане того, что это будут достаточно деловые люди. Вот. И ориентируясь исключительно на это, строят с ними отношения. Ну, понятно, совершенно, совершенно понятно, что ваша неуверенность, она откуда-то берёт начало. То есть, вы в себе, очевидно, сомневаетесь, и очевидно, сомневаетесь сильно. И, с одной стороны, с одной стороны, то, что вы в себе сомневаетесь, связано с сверхмотивацией. Сверхмотивацией добиться того, чего вы хотите. О сверхмотивации я, в принципе, уже сказал. То есть, это то, для чего вам нужна девушка, это то, для чего вам нужны отношения, это то, что вы в них вкладываете, и так далее. С другой стороны, неверенность в себе, это означает недостаточная проверка, недостаточная апробация, так сказать, своих способностей и сил. То есть, получается, что вы не знаете, на самом деле, на что способность, что можете, вы не знаете, что хотите, вы не знаете пределы своих возможностей, вы сомневаетесь и так далее. У сомнений есть свои причины. То есть, у любого сомнения есть свои причины. У любого сомнения есть также свои источники, как это не странно звучит. То есть, если вы, например, в себе сомневаетесь, значит, у этого есть источники. То есть, кто-то вам, скорее всего, научил в себе сомневаться. И, конечно же, конечно же, нужно определить, как вы научились в себе сомневаться, как вы начали в себе сомневаться, откуда взялись ваши сомнения в себе. Далее, что отдельно важно, это, пожалуй, то, что девушку вам нужно воспринимать не как девушку, а как человека. То есть, вы сейчас, по сути, воспринимаете ту девушку, которая вам понравилась, исключительно как представительницу, ну, допустим, Геймбера. То есть, вот, то, что она девушка, да, и, собственно говоря, все на этом. Она девушка и все. Вот. Это то, что вы знаете, это то, что вы чувствуете, это то, что для вас важно. Тем не менее, не смотря на это, девушка все же является не только девушкой, но еще и человек. И, вот, если вы будете обращать внимание на то, какой она человек, если вы будете обращать внимание на то, какая она личность, я полагаю, у вас будет гораздо больше шансов, шансов завести с ней адекватное, хорошее знакомство. Ну, просто потому, что девушке будет приятно, интересно с вами пообщаться, поговорить, поговорить, позаимодействовать, позаимодействовать и так далее. Именно как личностям. Понимаете, именно как личностям. Не как мужчине и женщине. И надо сказать здесь, здесь надо сказать, что ваш страх, да, он имеет место быть совершенно не случайно. в том плане, что вы не случайно боитесь, например, девушку, ну, девушек. Вы боитесь их потому, что инстинктивно понимается, что отношения с ними построить вам будет очень сложно. Ну, потому что у вас нет, по сути, ничего общего, да. Отношения будет построить очень сложно, скорее всего, будет разочарование, скорее всего, вам будет больно. И поэтому вы боитесь. И поэтому ваши сознания блокируют вас. То есть, по сути, наверное, в данном случае, в данном случае блокируют вас. Потому что вы отдаете себе отсчет, что, скорее всего, не сможете. И, соответственно, вы предпочитаете, значит, спортивничать. Ну, действительно, что можно сказать девушке, которую вы видите, там, грубо говоря, в первый раз, да, и которая понравилась вам чисто, чисто внешне. Вот. Получается, что вы воспринимаете ее только, получается, что вы воспринимаете только ее внешность. И не более того. Понимаете? Это тоже, этого тоже очень мало для отношений. И вы это знаете. Вы это знаете. Поэтому, тут нужно обратить внимание именно на данный аспект. Следующий важный момент заключается в том, что вы, на мой взгляд, слишком много внимания уделяете внешности девушке. То есть, вот, вы говорите, что подсела именно такая, какую я хотел, какая мне нравится и так далее. То есть, это определенные стереотипы. Если девушки подпадают под подобные ограничения у вас, то вы рискуете ограничивать себя определенным количеством девушек и пропустить ту, которая, ну, действительно станет вам хорошей подругой, а может быть даже и женой, и может быть даже матерью ваших детей. Если вы рассматриваете такой вариант развития событий. Следующий аспект. Если уж, если уж, вы видите и чувствуете, что девушка вам интересна, если вы видите и чувствуете это, то, соответственно, нужно говорить о том и поднимать разговор о том, что вас сильнее всего интересует, что вас сильнее всего волнует на данный момент. И самое главное, пожалуй, это то, в чем вы на сто процентов уверены, что если есть что-то такое, в чем вы уверены на сто процентов, то я полагаю, что именно об этом вам и нужно разговаривать. Говорит девочка. Дальше. Дальше. Смотрите. В своем поведении, в своей, так сказать, потребностной сфере, вы, на мой взгляд, выступаете довольно эгоистично в том плане, что вы думаете о себе. И все, что вы хотите сказать, например, девушке, по факту, по факту вы хотите сказать для себя. Ну, чтобы она, девушка, обязательно была с вами и, значит, ну, как бы не сорвалась, скажем так, с крючка. А при таком раскладе с девушкой вам, конечно, отношения будет построить весьма и весьма затруднительно, потому что все-таки, все-таки говорите, если вы что-то говорите. Если вы хотите сказать девушке, то говорить нужно для нее, а не для себя, да, то есть если вы хотите что-то сказать, допустим, то говорить имеет смысл только то, что, значит, чего вы, допустим, ну, не ожидаете, например, взамен, да, то есть вот, если вы не ждете взамен, что она обязательно там вам, ну, как-то ответит. В общем. Вот. Потому что если вы ожидаете чего-то взамен, если вы ждете чего-то взамен, то можно говорить, что вы поступаете в отношениях эгоистично. И лишь вопрос времени, когда, значит, ну, когда девушка это почувствует, когда девушка это ощутит, так сказать. Вот. И, соответственно, от вас отдалиться. Поэтому мне кажется, что здесь наиболее эффективным способом, значит, построения своей модели поведения будет именно ориентирование на нее, а не на себя. Поэтому подумайте заранее, что вы готовы обсуждать и что вы готовы говорить, ну, скажем так, без обязательного одобрения, без обязательного одобрения с той стороны девушки. Вот так вот. Я уверен, что подобная инвентаризация поможет вам более, более четко абсортировать те темы, которые вы могли бы с ней обсудить, те аспекты, которые вы могли бы с ней обсудить. И, соответственно, уже ориентируясь на это, вам было бы легче выстраивать свой диалог с ней. Если вы чувствуете неуверенность в своих силах по поддержанию диалога, то я рекомендую в этой ситуации вам расширять свой кругозор, ориентироваться больше на то, что вы знаете, ориентироваться больше на, значит, те вещи, которые вам, те вещи, которые могут быть для вас как-то значимы, интересны и ценны, вот. И чтобы вы могли активно об этом поговорить. Очень важно, очень важна ваша способность к импровизации. То есть способность менять тему, значит, разговора молниеносно, если видите, что девушке это не нравится. Способность поддерживать непринужденный разговор так, чтобы девушка всерьез думала, что вы в ней не заинтересованы, потому что, показав чрезмерную заинтересованность, вы также ее от себя оттолкнете. Нюансов здесь много, я бы сказал, что ваша неуверенность в любом случае имеет корни, имеет причины, и причины эти, они связаны, скорее всего, с вашим опытом. То есть то, что вы не уверены в себе, молодой человек, ну, вполне может быть следствием того, например, что у вас были сложные взаимоотношения с отцом. Либо сложные, либо достаточно отстраненные вообще, вообще. И в этом контексте, конечно, нужно сперва разбираться именно с отношениями вашими, где фигурирует отец, да, и уже потом, после этого разбираться с вашей мужской моделью поведения, которая у вас есть. Кстати, о мужской модели поведения тоже можно сказать, что вам ее нужно найти. То есть вам нужно найти свою модель мужского поведения, которая бы идеально соответствовала вашим собственным представлениям о том, как должен вести себя мужчина. не тем представлениям, которые, например, были у ваших родителей или у общества, где вы, значит, жили, а именно, именно у вас самого. Вот. Ну и отдельно, конечно, хочется уточнить такой момент, что вот вы говорите, что, как не бояться девочек, но ведь вы, наверное, где-то учитесь или где-то работаете, и... И там у вас есть компании, наверное, и в этих компаниях легче гораздо познакомиться с девочками, тем более, что общих знакомых и так далее. По какой причине вы пытаетесь найти случайную девушку в, ну вот, в электричке, да, в автобусе и так далее. Вот. Вы говорите, что захотели прокатиться на рандомном, значит, автобусе. Но для чего? У вас есть свободное время? Вы любите побыть один? С чем это связано? Подобные аспекты, на мой взгляд, также очень важны. Ну, просто потому, что они прямо отражают вашу личностную составляющую, ваш характер. Ваши индивидуальные особенности, которые нужно раскрыть, если мы хотим понять, что с вами происходит. Вот. Мне кажется, что здесь нужно обратить внимание именно на данный аспект. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать по вашему тех тексту. Вы пишете, постоянно обламываясь шансы и познакомиться с девочкой. Иногда все идеально сходится. Например, произошел реально глупый случай. Вы пишете про возраст, постоянно обламываясь шансы познакомиться. И ничего не пишете о том, как это происходит. Далее вы просто описываете подробные случаи. Да? Вот. Значит, вы пишете, что надумывал, что помешал ей, и все в таком духе. Но здесь, мне кажется, у вас есть обесценивание себя. Да? То есть, вы считаете, что помешаете ей. Но в чем вы ей помешаете? Если она, допустим, там, грубо говоря, что-то делала, то все равно можно было задаться ей какой-то вопрос. И я уверен, что вы бы ей никак не помешали. Но интересно, что подобная мысль у вас все-таки возникла. И мне интересно, откуда подобные мысли возникают и чистили они у вас. То есть, насколько часто вы думаете о себе в подобном ключе. Мне кажется, это очень важный момент. В целом, я полагаю, что если вы определите для себя с целью знакомства с девочками, если вы определите для себя направление своей деятельности, ну, опять же, в целом, если вы определите для себя направление своей деятельности, если вы, значит, активно будете продвигать свою позицию, именно не связанную с девушками напрямую, да? Вот. То мне кажется, что шансы на знакомство будут гораздо выше. Вот. Но если вы будете озабочены только этим, то есть, если вас будет волновать только знакомство с девушками, то здесь, конечно, будут проблемы, потому что, ну, помимо сверх мотивации, о которой я уже говорил, есть еще и такая проблема, что, если вы хотите от отношений, то получается так, значит, как будто вы за счет девушки, за счет девушек пытаетесь решить какие-то свои проблемы, удовлетворить какие-то свои желания, вот. Что, безусловно, не является чем-то хорошим, опять же, чем-то конструктивным, вот. И что, безусловно, не способствует тому, чтобы вы строили адекватные, здоровые, равноправные, независимые отношения, вот. Поэтому я предлагаю вам обо всем этом подумать. И если что-то вы для себя из всего этого увидите, если что-то для себя вы, значит, выделите во всем этом, то я думаю, что вам нужно выбрать себе эксперта и поработать над этими вопросами. Вот. Потому что самостоятельно данные проблемы не уйдут. Самостоятельно данные проблемы не решатся. Вот. Надеюсь, что вы это понимаете хорошо. Потому что такие проблемы сами по себе не решатся, не уходят, не меняются, не исчезают. Вот. И самое, что главное, это то, что они реально влияют на отношения. Например, вот на ваши отношения они могут влиять с, ну, с девушками. Вот. И так далее. А я уверен, что вы этого, этого бы вы не хотели. Вот. Вот. Поэтому все находятся в ваших руках. Либо вы самостоятельно делаете что-то, да, для того, чтобы решить свои проблемы. Ну, а если не получится, то выбирайте себе психолога и работайте с ним по решению ваших проблем. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.